В понедельник легким и беззаботным мы решили в нашу студию пригласить юную исполнительницу, участницу проекта «Голос Диты-2017» с самого последнего сезона, Веронику Коваленко. Привет! Доброе утро! Как утро понедельника у юного и уже популярного певца, который покорил очень много высот? Утро понедельника, рабочее, трудовое. Трудовое. Хорошо. И труды где начинаются и где сегодня заканчиваются? Ну, в общем, распорядок дня лета, все считают, что это так легко, все гуляют. Нет, на самом деле нет, ничего подобного. Все работают, я считаю, что лето это та пора, когда у тебя есть куча свободного времени, потому что я сейчас прихожу в 9 класс, все эти экзамены, мне просто не дают, мне хочется плакать. Вот, пока есть свободное время, работаем над песнями, работаем над репертуаром, работаем над творчеством, потому что потом этого времени будет очень сжатое количество. Очень сжатое, боже, в твоем возрасте говорить о сжатом времени, боже, нужно прямо сейчас, я бы на твоем месте поехал бы куда-нибудь на море, на океан, куда-нибудь к реке ближе. Куда-нибудь отдыхать, да. Отдыхать, да. У тебя этого не было этим летом еще? Этим летом было, я ездила со своими дедушкой и бабушкой, своей сестричкой, мы ездили в нашу солнечную Украину, вот в Коблево мы ездили, но я вообще люблю более активный отдых, я не люблю там пассивно лежать, то есть мне лучше куда-то за границу посмотреть какие-то места, музеи, выставки, куда-то походить, пошуметь, вот я такое люблю, я больше люблю активно отдыхать. Ну а этим летом, где, в Коблево, так понимаю, это был небольшой отпуск, да? Да, это буквально две недели мы были там, да, там было солнечно, мы позагорали, вот загар смоется, а вот впечатления с активного отдыхания останутся навсегда, поэтому вот это плюс. То есть двух недель достаточно, чтобы сразу потом перейти в бурный график, это съемки, это написание песен? Мне кажется, что один день просмотров сериала и просто полежать в кроватке, я думаю, этого достаточно для того, чтобы перезагрузиться с ног до головы, поменять все мысли, перестроиться, на следующий день уже прийти на студии, на интервью, вот, и это будет совершенно достаточно. Ну а вот когда ты вот отдыхаешь, ты решаешь активный отдых, то есть если это брать, например, пляж, море, солнце, вот какие активности на пляже тебе нравятся больше всего? Активности на пляже? Я люблю экстрим, но моя мама не совсем... Это когда шторм, двухметровые волны? Да, и ты плаваешь, вот, например, я люблю на бананах, водные батуты, то есть все там, где можно попрыгать, побегать. Я люблю вот экстрим, но мои родители не совсем поддерживают эту вот деятельность, поэтому не всегда получается проявить свой вот экстремальный характер. Скажи, вот на тебе сейчас находятся три страза, что это означает? Это какая-то твоя фишка? Это сценический образ или же это какой-то тренд? Это в свое время тоже некий экстрим, потому что не все поддерживают вот такие вот штуки. Но я считаю, что это частичка индивидуальности, это что-то такое, такое что-то твое. Вот твоя фишка, у которой больше, ну, никого нету, да? Это только могут повторять или как-то переделывать эти штуки. Ну, вот такая вот я. Вот меня можно запомнить, например. Я считаю, что мой образ – это мой посыл для того, чтобы меня запомнили. Это девочка вот с косичками, с традиками. Вот я считаю, что это очень круто, хорошая характеристика на самом деле. Мне приятно. Ну, вот ты сейчас на пике популярности. Наверняка тебя запомнили. Не только вот этими тремя стразами, а, наверное, твоими выступлениями. Вот тут мы видим, указано, что есть немало титулов. Это «Гордость Украины». Да. Второе место в международном конкурсе «Средиземное море». Израиль-гран-при, участница фестиваля «Черноморские игры». И тут можно дальше читать. А скажи, вот за период вот этих всех выступлений, как наращивается твоя, я так понимаю, публика, твои фанаты, кто они, что они тебе пишут, что они тебе предлагают, может быть? Ну, на самом деле, раньше, ну, как раньше, буквально два года назад я относилась вот к творчеству субога как к конкурсу, титулу. А сейчас, когда я выступаю на каком-то конкурсе, я понимаю то, что это не совсем конкурс, там все равно сидят зрители. Даже те же жюри — это тот же зритель, которые хотят увидеть красивую картинку, которые хотят увидеть красивый голос и красивый образ, красивую постановку. То есть все же нужно к этому относиться более легко и более так, как ты чувствуешь. То есть не нужно там делать какие-то высокие песни такие. То есть я люблю так, чтобы мне было комфортно, чтобы моему зрителю также было параллельно комфортно. Ну, а вот армия поклонников у тебя уже набралась какая-то, которая вот все время отслеживает твои выступления, узнает, где ты будешь, там, может быть, петь через два дня, через неделю. Конечно, такое есть. Но я называю их не поклонниками, я называю всегда это аудитория. Мне очень не нравятся вот фанаты, поклонники, мне как-то это отталкивает. Но я не знаю, вот когда меня называют поклонником, мне иногда даже неприятно, потому что, ну не знаю, вот я называю все-таки аудитория, не знаю, друзья. Ну вот не знаю, вот так вот. Конечно, есть. Дети спрашивают, где ты будешь выступать, когда можно прийти, фан-встречи. И я стараюсь общаться со всеми. Многие спрашивают, когда ты приедешь в разные города, Кривой Рог, Баку, Казахстан, меня уже приглашают и в Казахстан, и в Россию. Я говорю, приглашайте меня, я обязательно приеду, потому что возможности каждый день ездить в Кривой Рог или в Казахстан, наверное, такой возможности нет, но я бы очень хотела. Я бы очень хотела сделать маленький такой мини-тур по городам, чтобы пообщаться со всеми, не только даже городами, национальностями, познакомиться с людьми не только с Украиной, но, например, за границей. Я считаю, что это настолько расширит твой даже кругозор. А сколько полезных знакомств будет в каждой стране? Вот именно, полезно, да, с людьми, классно. Свои люди. Ну, давайте сделаем небольшую паузу, небольшой информационный ролик, после чего снова вернемся. Сеть агентств «Горящих путевок» представляет. Все горячие предложения Египта на одном сайте. Не знаешь, какой тур в Египет подходит тебе? Узнай у нас. Консультации экспертов онлайн и по телефону. Подробная, достоверная информация о курортах Египта в одном месте. Мы 20 лет на рынке туристических услуг. Поэтому партнеры дают нам лучшие цены. Постоянные акции с горящими турами. Большая сеть агентств. Система рассрочки для наших клиентов. Не знаешь, какой тур в Египет подходит тебе? Узнай у нас. Египет, хот-тур, ком, юэй. Встречаемся в эфир. У нас Вероника Коваленко, участница «Голос. Дети» в гостях. Мы немножко поговорили о том, где она отдыхала этим летом. И прямо сейчас давайте немножко пороймемся в ее инстаграме. Говорили, кстати, тоже о ее поклонниках. Возможно, вы сейчас как раз ее и смотрите. Пользуясь случаем, передаем вам привет. Скажи, твои поклонники, твои друзья. Моя аудитория. Самые лестные комплименты, самые лестные отзывы под твоими выступлениями. Какие ты помнишь больше всего? Которые тебя вдохновили и заставили биться сердце? Самые лестные. Знаете, есть, я даже могу назвать ник, есть дети, взрослые, подростки, которые комментируют, лайкают в разных соцсетях всегда. Каждое фото, от них идет комментарий. Это на самом деле очень приятно. Есть, конечно, я называю это люди-комментаторы. На самом деле это не обидно. Люди-комментаторы это те люди, которые всегда высказывают свою точку зрения. Причем иногда она бывает позитивной, а иногда она бывает негативной. И спасибо моим родителям за то, что они научили меня относиться к этому более нейтрально. То есть более переводить это все-таки на какую-то хорошую точку зрения. Да, тут немножко наши режиссеры активно изучают твою страничку и думают, чтобы такого вытянуть нам и посмотреть, чтобы узнать о тебе чуть больше. Но вот если ты видишь какой-то супер-классный отзыв, который прям красиво изложен, очень кратко, очень сильно энергетически, да, вот какие тебе чувства переполняют, и что дальше тебя побуждает это делать? На самом деле мой самый первый шаг, я обязательно зайду на этого человека, посмотрю его профиль, пролайкаю его фотографии, напишу ему комментарий, напишу ему личное сообщение, поблагодарю его, конечно же. Вот. И затем, не знаю, мне сразу хочется, например, когда я выставляю фотографии спортзала, например, когда я стою уже уставшая второй час, мне хочется быстрее бежать, например. Или когда мне пишут то, что у меня красивый костюм, мне хочется звонить дизайнеру и говорить, Ира, давайте придумывать новые костюмы. Или, не знаю, мне хочется вдохновлять, ну не знаю, мне хочется вдохновлять не только людей, но вдохновлять и себя. Потому что на самом деле это первоочередно, я думаю, важно. Сначала вдохновить себя, чтобы потом вот эта вся энергия, она пришла к зрителю. Поэтому эти все комментарии, которые вы пишете, вот, люблю тебя. Ну как вот это можно прочитать? Ну сразу хочется светиться, хочется радоваться. Хочется зайти на профиль человека. Ну, пока заходят на твой профиль, скажи, на профиль каких артистов чаще всего заходишь ты и кто является твоим эталоном, да, к чему ты хотела бы стремиться, к кому ты хотела бы, вот, возможно, присоединиться на сцене, с кем бы ты, возможно, хотела бы работать. Я хочу рассказать историю. Мне очень часто спрашивают, какое мое хобби. Я раньше отвечала рисование, плавание, а сейчас отвечаю то, что я всегда просматриваю интервью артистов. Причем зарубежная наша, вот Дима Монатик, например, Надежда Дорофеева, да, Реми Стекло и разные наши артисты, я смотрю их интервью, да. И сейчас, почему-то уже 14 лет, когда мне исполнилось, я перешла на зарубежную. То есть я уже просмотрела все наши интервью, и я теперь перешла на зарубеж. Все подряд, всех артистов. Прямо вот с 2012 до 2018 я просто сидела целыми днями и смотрела. Мне настолько это было интересно, не знаю, отвечай, как правильно. Ты хочешь стать ведущей в будущем или все-таки оставаться артистом? Ну не то, что ведущей, нет. Я хочу быть разноплановой. То есть я хочу петь, я хочу танцевать, я хочу играть, я хочу вести, я хочу красиво говорить. Я многое хочу. Вот, и к многому иду. И сейчас меня вдохновляет очень Дуалипа, например. Я начала ее смотреть, ну буквально недели две назад. Я уже посмотрела интервью, посмотрела уже ее стиль, ее образ жизни, что она кушает, где она занимается. Ну вот вдохновляет. Ну вот давай представим, что ты сейчас ведущая, а я, например, твой гость. Вот какие пару вопросов ты мне задала? Вот такой небольшой тренаж, небольшой такой челлендж. А, ну, хорошо. Да, я теперь такой скромненький, вот так. Как будто бы первый раз вот... Не стесняйтесь, не стесняйтесь, расслабьтесь, не разжимайтесь. Это же зажим, не нужно такого делать. А что вы будете спрашивать? Что я буду спрашивать у вас? Ну на самом деле, как у вас настроение? Ой, настроение, вы знаете, вот так спать хочу вообще, не отоспался и даже не знаю, вот как-то... А вы чем-то вчера занимались? Ой, да, целую ночь постоянно танцевал, репетировал, пел, и ничего не получилось. Какая у вас мечта? К чему вы стремитесь? Ой, слушайте, ну я на камеру не готов так на это отвечать. Нет, ну вы рассказали, что вы пели. Ну, возможно, вы хотите добиться высот в шоу-бизнесе? Да, я хочу, чтобы оказаться на аллее славы Голливуда, чтобы выгравировано было мое имя и фамилия. Вот, но я не уверен, что у меня это получится. А как вы идете вот к своему пути? Ну, я пытаюсь все делать одновременно. Вот утром танцы, вечером йога, в обед актерское учреждение. В случае, вы отдыхаете? Да. Александр. И по ночам еще бег делаю, про пробежки делаю. Мне, я хочу вам дать маленький совет. Мне кажется, вам нужно больше отдыхать. Мне кажется, вам нужно один день посмотреть фильмы и отдохнуть. Мне кажется, тогда у вас будет висеть ваша табличка в Голливуде, и кто-то будет идти и наступит на ваше имя, на вашу звездочку. Класс. На аллее славы. Я буду целовать эту подошву потом. Оторву этот ботинок, этот вопрос тоже, и буду беречь у себя дома. Ну, хорошо. Итак, небольшой тренаж у нас прошел. Вот скажи, вот ты когда просыпаешься, какая вот мелодия, например, сегодня у тебя первая играла в голове? Я знаю, что наши творческие гости, они часто для того, чтобы взбодриться, у них в голове часто играет очень много мелодий, в унисон, причем разных, одновременно. На самом деле, сегодняшняя мелодия – это лай моей маленькой собачки. Она просто, она сегодня меня разбудила, она меня сегодня облизала, расцеловала всю. Что за песня? Что за песня? Ну, такой, знаете, свирепый лай голодного животного. Сегодня у меня была такая вдохновительная мелодия. Вот, мне недавно купили с сестричкой на день рождения маленькую собачку, и на самом деле, мне кажется, что я расту вместе с этой собачкой, когда учу ее этим командам, всем вот этим трюкам, где правильно кушать, что надо кушать. Поэтому моя мелодия на сегодняшний день – это лай собачки. А у нее есть слова или припев? На самом деле, там сплошной речитатив. Речитатив? Речитатив. Ну, это я к чему веду, что вы просто уже окончательно наших зрителей, которые следят за каждым твоим словом, за каждым твоим шагом, окончательно пробудить, небольшой исполнитель купит в твоем исполнении. Как ты на это смотришь? Нормально? Да, я свою свою… Ну, давай сейчас сделаем небольшую паузу. Ага, паузу. Ты подготовишься, разомнешь свои артикуляционные способности, свои легкие наполнишь воздухом, ну, и потом мы уже вернемся. Сеть агентств «Горящих путевок» представляет. Все горячие предложения Турции на одном сайте. Не знаешь, какой тур в Турцию подходит тебе? Узнай у нас. Консультации экспертов онлайн и по телефону. Подробная, достоверная информация о курортах Турции в одном месте. Мы 20 лет на рынке туристических услуг, поэтому партнеры дают нам лучшие цены. Постоянные акции с горящими турами. Большая сеть агентств. Система рассрочки для наших клиентов. Не знаешь, какой тур в Турцию подходит тебе? Узнай у нас. Мы снова вернулись и напоминаем всем тем, кто присоединился к нам, к эфиру именно с этой минуты, что у нас в гостях находится Вероника Коваленко. Это участница крайнего проекта «Голос. Дети». Всем привет. Еще раз со всеми приветствуемся, всем говорим доброе утро. Вот у тебя есть песня «Скажи» и буквально минуту тому назад появилась у тебя фотография. Это в Инстаграме, чего ты сама даже не знала и не подозревала, как выясняется. Мы прекрасно все знаем. Я это чувствовала, да. Что в Инстаграме могут еще находиться наши коллеги, кто-то из пиар-менеджеров, которые будут все делать вовремя и для того, чтобы наша страничка всегда пестрела самыми яркими событиями из нашей жизни. Итак, «Песня, скажи», что это значит? «Песня, скажи», это мой новый сингл. Сингл вместе с Артемом Пебоваровым выступил саунд-продюсером этой песни. Мы с ним очень трудились. Мы очень хотели, чтобы она получилась такой заводной. И она на самом деле про первую любовь. Поэтому я думаю, что всем девчонкам, да что там, да мальчишкам, сто процентов. Мальчишки тоже на самом деле любят очень сильно. Поэтому я думаю, что эта песня заедет в голове вот у каждой девочки. Я думаю, что под эту песню нужно плакать и танцевать. Вот. Ну что ж, давай попробуем именно утро понедельника превратить в небольшие слезы, возможно, радости. Радости. И которые будут подбивать всех слушателей твоих, чтобы они чуть-чуть потанцевали. Ну, хотя бы даже сидя чуть-чуть. Ножки так вот скрепили. И давай прям с этого момента припев или куплет. Скажи, скажи, что помнишь ты. Скажи, скажи, что помним мы. Ау! Мы снова играем так, как хочется мне самой. Рисую я наскальными, рисунками вновь любовь. Сама не своя, и что со мной это дежавю. Опять и опять ловлю, вновь запоминаю. И пошел там куплет-репев. Ну что ж. Спасибо. Аплодисменты, это тоже приятно во время отъемового эфира и не только концерта. Если уже аплодисменты нас покоряют своим вниманием на какой-либо концертной площадке, на каком-либо концертном выступлении, скажи, вот последние аплодисменты, когда это было стоя и когда они длились очень долго. Все, давайте потанцуем чуть-чуть. Наша работа немножко, наше лирик-видео. Такой бэкстейдж. Бэкстейдж, да. Мы этот бэкстейдж превратили немного в такой лирик-видео. Они на самом деле очень всегда интересны смотреть именно такие, когда идет вся работа, когда я там, да-да-да, сейчас я все сделаю. То есть такая, накипит работа. Скажи, вот когда ты выступаешь, и идут такие овации очень долгие, долгие, как вот ты себя чувствуешь в этот момент и последний раз, когда это было, когда тебе вот аплодировали довольно-таки долго, и публика вот не смолкала, и все хотело вот тебе какую-то дать дань уважения. На самом деле, вот дань уважения, очень хорошо вы сказали так. Я больше ценю не аплодисменты в конце песни, да, когда это нужно. Это уже все привыкли делать. А когда, например, во время песни девочки стоят вот так в ряд и делают вот так тебе сердечко на концерт, да, скрещивают вот так руки, как-то, я не знаю, как-то вот так делают. Это на самом деле так приятно. Я ценю именно такие моменты. Или когда, например, попивают твои кавер-версии, да, то есть уже дети, подростки настолько знают, да, именно твои каверы, вот эту всю мелодию, всю вот правильную ритмику, и когда вот поют вместе в унисон, я считаю, что вот именно это вот дань уважения такая. Я считаю, что вот это приятно. Скажи, следующее твои выступления, где они будут, когда они будут, и что это будет? Это все мое расписание есть на сайте veranikakvalenka.com, правильно, я смотрю туда. Вот там всегда все первые новости, какие интервью. Сегодня афиша 100%, то, что я сегодня у вас в гостях, 100% есть на сайте, там можно все узнать, выступления, показы, где все это все происходит, это все можно найти на сайте. Ну, вот буду выступать в Миннесо, например, скоро будет, 16-го, по-моему. Вот, вот так. Ну что же, мы тебе желаем хорошего выступления, благодарного зрителя, слушателя, и небольшой такой совет для всех твоих друзей. Можно посмотреть на эту камеру, ну, допустим, говорят, понедельник день тяжелый, что сделать всем, кто вот увлекается твоим творчеством, и не только этой аудитории, которая, возможно, смотрит, случайно к нам присоединилась, чтобы сегодняшний день прошел легко, беззаботно и жизнерадостно. Понедельник день тяжелый, правильно. Это все правильно? Ну, я вам желаю очень трудоспособной недели для того, чтобы вы все успели сделать и никогда не откладывали свои дела на потом. Ну, завтра сделаю, нет, такого нельзя. Все надо делать сегодня. Я вам желаю идти к своей цели, идти к своей мечте, и обязательно послушать песни «Скажи», потому что новый релиз, и я хочу, чтобы как можно больше аудитории ее услышали. Ну, вот такой посыл от Вероники Коваленко, участницы проекта «Голос. Дети». Будем слушать песню «Скажи» и будем прислушиваться к ее словам. Тебе говорим на сегодня. До свидания. Спасибо, что пришла к нам. Спасибо, что пригласили. Вы тоже оставайтесь на нашей волне и делайте небольшую паузу, как сделаем сейчас ее мы. А ну, а тебе говорим пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok